МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 3 февраля 1565 года, царь Иван IV Грозный учредил опричнину. 3 февраля 1718 года русский государь Петр I сдал указ о лишении своего сына Алексея права наследования русского престола. 3 февраля 1830 года европейские державы, включая Российскую империю, подписали Лондонский протокол. Так ими было признано отделение Греции от Османской империи. 3 февраля 1966 года советская космическая станция Луна-9 впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. В этот день, 3 февраля, родились Эдуард Володарский, видный советский драматург, Сергей Корсков, русский психиатр, создатель Московской школы психиатрии. «Если случится повод что-нибудь доброе сделать, старайся следовать этому поводу. От всякого зла уходи или усовещайся его прекратить». Такого девиза всю жизнь придерживался замечательный врач-психиатр Сергей Корсков. Он, как и знаменитый московский доктор Гаас, спешил делать добро. Бедных лечил бесплатно, а общественное мнение менял в пользу больных, стараясь улучшить условия проживания людей, не обладающих душевным здоровьем. Одаренность Корского проявилась рано. В школу он закончил с золотой медалью, медицинский факультет с отличием. На свою первую работу устроился по рекомендации своего преподавателя. Главный врач Московской преображенской психиатрической больницы как раз искал надежного человека на место ординатора. Так началась карьера будущего доктора медицины, которую он построил прежде всего на своем обширном опыте врачебной практики. Доктора Корского знала добрые половины первопрестолия. Даже те, кому его врачебная помощь вовсе не требовалась. Любой москвич мог ответить на вопрос, кто лучший психиатр в городе, умевший одним взглядом успокаивать нервных больных и лечить алкоголиков силой убеждения. При этом чудо-доктор не делал различий в социальном статусе своих подопечных. К нему за помощью обращались как граф Лев Толстой, решивший подлечить супругу, так и простой бродяжка. Самоотносясь к несчастным больным с такой лаской и нежностью, как отец к своим детям, он и всех служащих клиники приучил к такому обращению с ними. И даже тех больных, которые, по-видимому, потеряли все признаки сознания. Корсаков никогда не обезличивал. Он понимал, что если больной не может ничего высказать, то это еще не значит, что он ничего не чувствует и ничего не понимает. Так писала одна из столичных газет. Именно Корсаков добился того, чтобы для потерявших рассудок людей были отменены смирительные рубашки и решетки на окнах. В больничных палатах появились занавески, а пациенты получили свободу действия и стали выходить на прогулку во двор. Корсаков считал, что два метода действуют безотказно – труд и искусство. Врач сам организовывал в клинике для душевнобольных танцевальные вечера, в которых принимали участие как идущие на поправку пациенты, так и гости из театральных столичных кругов. Лично Корсаков занимался организацией 12-го Международного съезда врачей, собравшего в Императорском Большом театре всех отечественных и зарубежных медицинских светил. «Учитесь у русских!» – воскресил немецкий врач, отдавая дань уважения диссертации Корского об алкогольном параличе. В ученом труде алкоголизм впервые был назван болезнью, а его причиной назывались нейробиологические нарушения, недуг нейронов голодного мозга, приводящий запоенных людей к краткосрочным провалам в памяти. На медицинском съезде, описанной в диссертации болезни, единогласно было присвоено международное название «Корсаковский синдром». Однако лечить других добрый доктор умел, а себя вылечить не смог. Позднее его биограф написал, что напряженная деятельность Сергея Сергеевича во время съезда подорвала его здоровье и послужила главным толчком к заболеванию, поведшему за собой роковой исход. Через три года Корсаков умер, а в последний путь его пришли проводить ученики, друзья, пациенты и коллеги. Один из них сказал, «Твоя чистая душа была чужда общечеловеческих слабостей и пороков, и все приближавшиеся к тебе невольно очищались духовно. К тебе никто не мог подойти с дурными мыслями и чувствами. Ты был нашим живою совестью». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова